Доктор Александрович, вот год прошел, как мы с вами встречались, и мы как раз говорили о том, что есть некоторые изменения, ограничения, которые наложил ковид на наши планы, реализации. И вот хотелось бы спросить вот сейчас, 2021 год, можем ли мы говорить о том, что российское или нанотехнологическое общество России выходит из этих ковидных ограничений, будет обновлять планы в сезоне 2021-2022 году. Если да, то о каких наиболее желательных событиях вы могли бы рассказать и какие из этих событий вы могли бы анонсировать? Ну вот, если говорить про ковид и антифологическое общество, то, в принципе, сказать, что это никак не повлияло, так сказать нельзя, потому что даже некоторые руководители региональных отделений, ну и дочь в короче будет. А это означает, что они не сумеют участвовать в конференциях, ну и вообще, как бы, так действовать правильным образом. Поэтому сказать, что он, как бы, ну никаким образом их повлияло, ну это нельзя. Скажем, конференции на антифологическом общественном, мы проводили всегда их естественно в очном режиме, а просто нет, то есть в зуме, в интернет режиме. Вот это, безусловно, сказывается на общении людей между собой. Ну и кроме всего прочего, просто болезнь есть болезнь, она же нехорошая, что-то. Ну, то есть выставки проходят. У меня есть друзья, скажем, даже еще, когда тут начинается ковид, человек заболел, а выздоровел-то он месяца так через 4-5. Неприятная штука. Вот. А есть, которые и ничего не поднесли, может быть, нормально. Ну, еще, может, сам-то я, естественно, прививку сделал и не зародился. А вот у нас, допустим, Ир Васильевич Гуляев, он... Академик. Академик, очень известный человек. Мы с ним дружим много-много лет. Он даже меня в Зеленоград направил. У меня базовый инструкт был на пистихиры. Вот. Он как раз меня сюда и направил. Он решил справить себе 85 лет. Прошлый год. У него день рождения 18 сентября. Очень быстро смеял. И справил. После этого проболел. Вот он до сих пор еще до конца не оправился. Ну, ему, конечно, сделано. Вот, то есть, штука эта, ну, явно, это не грим. Это гораздо более сильный мирская вещь. Ну, о планах нанотехнологического общества России. Ну, как? Как обычно, ведь это уже, оно не первый год существует. Уже все-таки возраст у него относительно современного состояния. Не такой уж маленький. Уже больше 10 лет. Вот. Естественно, будет проводиться в декабре, назначенной, середине декабря, очередная конференция. Вот. Ну, скорее всего, придется его тоже провести в режиме. Онлайн. Онлайн, да. Ну, проводятся региональные некие там сборы. Когда это оказывается возможным. Скажем, раньше мы почаще проводили все это. Теперь сложнее. Вот. Хотя, может быть, мы проведем эту конференцию частично онлайн, а частично в влочном режиме, как мы сейчас проводили, допустим, конференцию по сигнете электритам в Екатеринбурге. Там часть приехала, а часть через... Вот так тоже удобно, соответственно. Скорее всего, будет и так проводить. Мы ее, скорее всего, будем в Казани. Эту конференцию. Казанское сообщество, оно очень активно. Там есть такой Павлов Борис Петрович. Он заведует у нас этим самым отделением. Ну, вот сейчас ведется подготовка к конференции. Мы хорошо помним, ну, те площадки, которые вы формировали в общественной палате. Очень было много активностей в московском государстве. Сейчас, конечно, этого нет. Просто в связи с вот этой самой ковидной штукой. То есть, если говорить сейчас деятельность, скажем, общественной палаты, или вот мы очень плотно работали всегда с Велиховым, Велиховым, это... А все к цепи науки развить? Нет, все к цепи. Я сейчас покажу. Ну, туры, соответственно, всегда проводили мы регулярно там Семеннара. Это рядом с Курчатским институтом, прям. Но уже больше года... То есть, фактически, у Российского нанотехнологического общества на площадках Москвы деятельность свернута. Она нельзя сказать, что свернута, но она просто проводится в другом совсем режиме. То есть, когда просто общение идет через телефон, через интернет, ЖУМ, вот в таких вот форматах. Скажем, у нас вот Семеннара нанотехнологического общества проводились каждый месяц. Вот. Проводились в МИФИ. Рядом с МИФИ у них там такой есть клуб МИФИ. Очень удобно было проводить. Ну, естественно, все это дело забегло. И, ну, вот последний очный МИФИ проводили где-то в апреле, вот когда ковид этот объявили, вот перед самой границей. Вот это вот дело, соответственно, проводили. Вот. А с тех пор мы... Вот вы можете сказать, что я помню... Я поясню этот вопрос сначала, а потом все-таки за нами. Я помню на площадке той же общественной палаты было очень много студентов и было очень много людей в возрасте. и после ваших выступлений, ну, по крайней мере, была такая информация в нанотехнологическое общество, вступало очень много молодых людей. Вот сейчас есть тот же приток студентов и молодых людей, какой был, ну, вот в ту пору, когда вы проводили множество открытых публичных мероприятий. Насколько? Как бы вы оценили вот эту вот разницу? И я понимаю, что это... А насильно. Там сказать, что совсем все прекратилось, вот это вот не скажешь, но то, что уменьшилось, это... Ну, тем не менее, вот мы проводили сейчас вот последний... Первый раз за последнее время, я говорил, в Екатеринбурге конференцию у нас там заведует отделением антихнологического общества ШУР Владимир Яковлевич. Вот. Ну, провели, как я уже говорю там, она и в лучшем формате была, я ездила туда, соответственно, да, вот, и в онлайн-формате, вот, соответственно, часть людей не приезжала непосредственно, ну, наверное, часто. Вот. А сказать, что туда молодых ребят не было? Нет, ну, достаточно много. Ну, и так как... Это же ведь не то, что там наши желания, какие-то эти самые предельные технологии, да? Вот. Это просто, ну, мир, вот, к этому пришел. Вот. Вот я сейчас только поджиг на диссертацию одного из ребят в физтех. Вот. Там диссертация посвящена так называемым мемристерам. Это адаптивная память такая, на основе которой можно делать нейроподобные системы, то есть а-ля мозг. Вот. Как нервы. Они вот эти мемристеры, они родственны с нейронами по типу действия. То есть они это... Они могут обучаться. То есть нейроны, он чем интересен? Если энное количество раз, скажем, обращается в клетки, там образуется связь гораздо более сильная. Ну, точно так же здесь. Вот. И вот. Сейчас вот разрешается. Диссертация будет 12 октября. Именно на эту тему. Это уровень... Можно сказать, что уровень этой работы сопоставим с уровнем работы о графенах? Ну, вот как. Если говорить про графены, шума там много. Графены, углеродные нанотрубки, да? Вот. Углеродные нанотрубки нашли свое применение в каких местах? Как добавка бетона. Вот. Связывают хорошо. Все такое. Вот. У нас в Новосибирске, в Академгородке образовалось образованное предприятие, и оно имеет филиалы во многих странах даже по производству вот этого самого углеродных нанотрубов. Но их приложение это добавки, которые манифицируют свойства красок, манифицируют свойства покрытия, бетона того же. Укрепляют. Изряд. То есть, это улучшает свойства тех же самых покрытий всяких разных. Вот. А если говорить про электронику, ну, нигде он не применяется. Вот. Там, конечно, новоселы, геи, они в большей мере сильно многоцеприимы получили и так далее. Но это не тот материал, который активно применяется где-то хотя бы. Нет таких приложений. Если еще вопрос про нанотрубки, мы помним, я хорошо помню доклады на Нобелевских встречах у нашего большого друга Жерас Ивановича Алферу, да, когда, собственно говоря, говорилось о том, что вот эти вот нанотрубки, если они будут заполнены неким лечащим веществом, то с помощью нанотрубки они как серебряная стрела могут быть доставлены к месту поражения и была нарисована... Никто их не делает таким образом. Вот нанотрубки, вот что доказано сейчас вот при помощи наших приборов, что они, по крайней мере, не являются вредными. То есть, думали, что они канцерогены, иницирующие рак и все такое, но казалось, что нет. Падают тогда в организм, конечно, в ограниченных количествах, если я думаю, на полоцкой отследует, то все будет хорошо. Вот. А если в ограниченных количествах, то они обволакиваются белками, модифицируются и уводятся из организма с пакуи. Они пропадают просто. А увидеть их можно очень легко при помощи наших приборов. И увидеть динамику, что случается. Имеете в виду атомно-силовые микроскопы? Это комбайны атомно-силовых и спектральных приборов. Спектральных – это спектральных приборов, которые работают в режиме регистрации комбинационного рассеяния светлого Равенского рассеяния. Вот по ним можно определять, что там случается. Мы вспомнили о нанотрубках, когда были всеобщие ограничения, когда всем нам предложили надеть маски, перчатки. Мы вспомнили о тех рассказах, или тех докладах, когда говорили о том, что специальные краски с нанотрубками могут нести или иметь дезинфицирующие свойства какие-то. Это дезинфицирующие, я сомневаюсь, какой статью будет дезинфицирующим. А отчасти увеличение срока службы, скажем, покрытия, это вполне, как они связывают хорошие материалы, дезинфицируют его. И в этом смысле... Ну, там говорилось о том, что если добавить в краску какие-то нанотрубки, которые будут содержать в себе какой-то дезинфицирующий состав... Нет, ну, если туда напихать, там что-нибудь внутренне, наверное, будет что-то такое. Но сказать, что вот кто-то производит вот такие дела, я не знаю. Но может ли быть это сформулировано как научно-инженерная задача, или вы скептически на нее смотрите? Ну, сказать, что это какой-то там сверхпрогресс, я бы их не отнеслась. Как модификатор вообще, ну, они в общем хороши. Если туда запихать что-то, а вещь нужно, чтобы это что-то потом из нее вылезло, если это именно трудно. А если оно просто будет там находиться, ну и что? А что дальше? Дальше ничего. Если это, ну, скажем, есть краска какая-то, допустим, да? Вот. Есть на трубку пустая или заполненная. Возникает вопрос, каким образом она будет оттуда выходить? Скорее, еще не хотим. Так вот, как она туда засела, так вот, 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 может быть, существуют какие-то манификаторы, которые, ну, довольно активны. Но это отдельное дело. По крайней мере, пока под такой литрой не слышал. я бы хотел напомнить вам о чудесном приборе, который вы нам показывали примерно 10 лет назад, когда мы входили в полностью герметичную комнату в шапках, в масках, нанофаб. Нанофаб. Можете ли вы рассказать вот о 10, ну, может быть, не 10, 8, ну, я тогда, я тогда, когда ходил в этой комнате, я сорвал цветочек и дал, ну, посадил, да, и он сейчас вырос уже в огромное дерево. Да. Я хотел спросить, вот, нанофаб вырос в такое дерево, дал? Сейчас там дело вот в чем. Работы многие, они были, по крайней мере, приторможены. Не по нашей инициативе, просто приторможены. Скажем, у нас же несколько лет электроника, электронное машиностроение вообще не развивалось. Вот. А сейчас, если взять сейчас, вроде бы там осознание приходит, что так жить вообще-то говорят нельзя. Потому что были оплазновения всякие разные, которые говорили, что нам мы богаты. Ну, все. После этого падали спутники там? Спутники само собой падали. Дело даже не в этом. Вот взять есть у нас такой завод «Ангстрат». «Ангстрат-Т». Они купили оборудование, завозили его сюда из Нидерландов в течение 10 лет. Это из-за санкций? «Ангстрат-Т». 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 И вот, соответственно, надо было запускать это оборудование должно было запускать иностранные ребята. Они Они приехали, работали, но потом по первому свисту, связанной там, я не знаю, Крым, не Крым, но с этими делами, вот, они снились оттуда, еще это остановилось, и до сих пор стоит, ничего не работает, вот это что такое означает, то есть сейчас зависимость от внешних факторов всяких, она очень большая, гораздо больше, чем была раньше во времена Советского Союза, из-за того, что сейчас это сетевые сервисы, скажем, ты купил, предположим, библиотеку, и проектируешь интегральные схемы с использованием этой библиотеки, но любые библиотеки изменяются, они наполняются книгами, как известно, да, вот, и, соответственно, Поэтому они сидят на сетевой игле, можно так сказать, и могут быть выключены в любой момент, поэтому если ты своего не развиваешь, То тебе нужно быть или очень послушным, просто прыгать на задних лапах, вот, и никаких там, ни про какие Крымы, и не думать ни в каком месте Сказано тебе вот это вот делать и делай, а не будешь, значит, мы тебя наканем, вот, и наказывают, вот, поэтому, соответственно, Сейчас, вот, слава богу, опять, вот, у меня только сегодня был, как раз, разговор с одним из проректоров местного института МИЭТа, на котором мы предполагаем делать, там, сейчас, лаборатории, там, туда-сюда, вот, Вот, но раньше, допустим, этого сделать было нельзя, ну, просто никто не финансировал, деньги-то отсюда уходили большие, все, письмо, нет, этот самый, газ продают, там, и так далее, трогу вон запустили, А куда они девались потом, это отдельное совсем случай, вот, но сейчас ситуация, ну, если говорить для нас, она меняется в лучшую сторону, то есть, по крайней мере, я уж не скажу, что прям совсем в замечательную сторону, но тенденция в то, что как-то разум начал посещать Наши руководящие органы, вот это и есть такое, просто точно, совершенно, вот, и случается, по простой причине, сейчас, мы же понимаем, насколько обострились отношения между Россией и Европой, Соединенными, что очень сильно Теперь я хотел бы задать вам вопрос про нанотехнологический бум, дело в том, что, ну, 12 лет назад, да, мы видели бравурные клипы про нано, мы видели множество мероприятий, было прекрасное, был прекрасный летний нанотехнологический лагерь в Пензии, В котором я бывал Я снимал фильм, кстати, про этот лагерь, про место как раз нанотехнологий в выборе современной молодежи, я его возил в Китай при поддержке Роснано И был к этому огромный-огромный интерес, я видел со стороны наших китайских товарищей, они очень внимательно Это 52 минуты, они весь фильм просматривали, не ништовая, самое, когда мы просмотрели, ну, хлопали, задавали множество вопросов, на которые я, к сожалению, не мог на многие вопросы ответить Вот, и вот сейчас, спустя 10-12 лет, да, то есть мы наблюдаем, ну, очевидный спад вот этой вот шумихи нанотехнологической, ну, а насколько, значит, вот этот вот медийный спад соответствует реальному, да, то есть это были, наверное, восходящие процессы 12 лет назад Вот как выглядят эти диаграммы? Я сейчас поясню здесь, вот скажем, вы когда услышали про нанотехнологии? Ну, в первый раз, наверное, в 2007 или 2008 году А я в 76-м, вот, да, то есть тогда, когда это появилось, того, как мы этим просто занимаемся Молекулярными делами, молекулярной электроникой Вот, в 89-м году, вот, мой отдел, мой источник из проблем Он назывался, я его назвал, отдел молекулярной нанотехнологии Вот, еще никаких шумов и вообще ничего не было, да Вот, а вот эта нанотехнология, она была, есть, будет, никуда она не денется Потому что это естественный ход развития Естественный ход развития электроники Потому что сейчас другой электроники, кроме как наноэлектроники, вообще нет Но у нас в стране, к сожалению, электронику, даже как и многие другие отрасли Было решено верховыми силами Разрушить Но вот здесь это не надо, пускай добывают нефть, газ, лают, алюминий делают, титан Оставляют, на, вот это все А вот это вот, это не надо еще везде сделать Вот, какие-то там промышленность какую-то еще такое Это нужно их ликвидировать Ликвидировали Вот Зеленоград, это раньше был центр электроники А сейчас он уже не является центром электроники Ну, здесь есть производство лекарств, я знаю Ну, лекарств, но мало чего производства есть Чего только нет Есть тучи предприятий, все-таки раз, когда делают одно, второе, третье Вот мы делаем приборы, там, для тех же самых нано-дел Там, атомно-человальный микроскоп, там, целый класс Он у нас их работает, этих наших машин по миру много То есть, тысяч пять, там, в раз, например, что Вот, но, если говорить о маломногу таких вот Предприятий, которые вот это делали Ну, что там, практически нет Вот, и это был просто вот результат Разрушения вот этой, этой всей системы Вот, а люди вместо, там, этого занимались проблемами выживания Ездили, закупали там всякие галоши и прочее Там штаны Ну, это давно Да, конечно, но сейчас по-другому закупали, но тоже так же Вот, но, слава Богу, сейчас, допустим, мы вот знаем сейчас Россия стала независимой в смысле продовольственных дел Да, вот, сейчас пойдешь Фактически вся продукция, там, сыр и прочее уже не швейцарские наши Не едят его ничего, никто не помнит Вот, а это очень хорошо Ну, и, как вот я сейчас знаю Сейчас все-таки в голову начал усиляться разум Постепенно Вот, и действительно предполагает все-таки Начать развитие по новой Вот этой самой электроники и все такое Только вот в чем момент Вот, самый правильный ход развития Это ход, который прорисовал в свое время Иосиф Виссарионович Сталин Вот, по нему пошли китайцы Что это означает? Это означает, есть крупная промышленность Она плановая Она стоит под управлением государства И есть мелкая, которые, или там, небольшие компании Которые, это инициатива частного сектора Вот, он у нас вот был такой Потом был разрушен А в Китае нет И вот сейчас в Китае мы видим же Как хорошо Как преобразовался в Китае, допустим А у нас вот пока место еще Ну, все-таки движение есть И дай бог все-таки оно как-то двинется Но в Китае-то полтора миллиарда человек живет, да? А у нас в 10 раз меньше В 10 раз А площадь раз в 5 больше у нас Правильно? Вот, это дело очень серьезное Вот, поэтому Без развития промышленности Ну, здесь нельзя ожидать Чего-то хорошего для нашей великой державы Она перестанет быть великой Вот, но сейчас все равно Видна тенденция в положительную сторону Вот, ее долго было не было Сейчас видно Я вам напомню тоже Мы с вами это делали А здесь я вот, я и что сказал Значит, мы помним структуру Роснана, да? Вот, мы помним Анатолия Борисовича Чубайса Да? Вот, я с ним очень хорошо знаком Персонально, там, все такое Вот, он мне вот говорил Виктор, ты существуешь не благодаря, а вопреки И это правда У них же они не занимались никаким развитием Они просто деньги брали Их, соответственно, давали не предприятиям А говорили, давайте открываем проект Первоначально вы тратите деньги сами Если у вас что-нибудь получите Мы вам столько ждать Очевидно, что деньги нужны в особенности Начальный период Потом уже не так они нужны Да? А они вот эти денежки Клади в банк Замораживали И проценты получали Замечательно жили Вот, сейчас его оттуда, знаешь, попросили Чубайсин Там больше не работали Роснана преобразовалась Стала другой организацией Во что оно превратится, в конце концов Я пока не знаю Но хуже от этого оно не будет точно совершенно Потому что оно было Ну, такой Структуры Шума много А толку мало Да и более того Но это нано Оно просто было опорочено Говоря, это что такое? Это чубайсин, что ли? Ну, так вот, если бы, грубо говоря, да? Хотя Никакого отношения Или к какому Нано Там, Анатолий Борисович Они между собой Как бы не связаны Не имеют Никакого отношения Одно к другому Потому что Если говорить про эти самые Нанотехнологии Просто Естественный ход развития технологии Больше ничего Ну Как будет развиваться дальше Все это дело Ну, как развиваться Так и будет развиваться Никуда оно не денется Как оно Нужно было Так и будет Нужно Скажем Понимание Там Влечение людей Там Сейчас, допустим Да Персонально Для этого Существуют Вообще говоря Специальные Системы Специальные приборы Которые помогают С этим разбираться Видно, как Отлепки действуют Вирусы Там Так же Все это Есть Я хочу вам напомнить Опять же Лекцию У нас в прямом эфире Когда вы Пригласили Одного Из Своих Учеников Индикатором Ну, не вашего ученика А ученика Средней школы Который рассказывал О работах Которые он Проводил Это Очень Все внимательно Много раз Потом Пересматривали Это вызвало Большой интерес И вот Дало Дал ли Сейчас Проект Наноиндикаторов Какие-то Результаты Которых Вы можете Сейчас Назвать Первое Что Очень Во многих Классах И в России И По миру Стоят Вот эти Самые Приборы Они Сейчас Улучшились Да Внесены Управления Элементы Искусственного Интеллекта Так называемого Которые Позволяют Сделать их Гораздо Более Легкими В использовании Чтобы Получать Хороший Результат Продолжение следует